Здравствуйте, меня зовут Оксана Хикматулина, я занимаюсь развитием фонда Ильинской больницы. И сегодня мы собрались в культовом клубе Москвы «Ритм-блюз-кафе» для того, чтобы играть рок во имя Добра. Зачем так долго на меня ты дуешься? Характер у тебя не золотой. А ну, Оксана, выходи на улицу, подошел со мной, ты постой. Группы «Доктор Энда», «Квас Кавер Бэнд» и «Губер Бэнд» – музыканты, врачи объединились, чтобы помочь тяжелобольным людям подопечным фонда Ильинской больницы. Это фонд единственный и первый в России, фонд, благодарительный именно больницы. И это очень отрадно, этот фонд помогает тяжелобольным пациентам, которые могут получить хирургическую помощь у наших хирургов, которые работают в Ильинской больнице. Огромное спасибо, что пришли, уважаемые друзья. Давайте сегодня проведем дело с пользой, с чувством, с толком, поможем людям, потому что блестящие доктора и хирурги, и Егоров, и Выборный. Одному ребенку мы уже помогли, его зовут Мирослав. У нас есть еще одна пациентка из Белоруссии и маленькая-маленькая девочка четырех месяцев, которая тоже ждет своей операции. Я эндоскопист, и всю жизнь работал эндоскопистом, и продолжаю работать. Так же, как всю жизнь я пою и играю на гитаре. По крайней мере, с 12 лет. Если учишь, что мне будет 60 через месяц, то с 12 лет, если ты чем-то занимаешься, это, ну, можно сказать, что всю жизнь. Группа называется «Доктор Энде и Дрим Тим». Название простодушное, команда мечты, это может быть и банально, но на самом деле я реализовал свою мечту, когда в 12-м году собрал своих друзей, любимых музыкантов. Мы сделали программу довольно быстро, и она прозвучала. И мы стали сразу же резидентами дома у дороги, который тогда был в этом учреждении, в «Ритм Близ Кафе». И стали регулярно играть, вот и все, и играем, с тех пор остановиться не можем. На работе мы занимаемся работой, вне работы мы все время практически, я играю на гитаре непрерывно. Я люблю, и мне это надо. Это началось еще в городе Нягоне, где я работал, жил и работал 9 лет. С 91-го года. В маме я сдружился с местными музыкантами. Мы сделали программу и выступали, в общем, достаточно регулярно на всех праздниках городских. Я, кстати, на 30-летие города Нягоне ездил, меня приглашали, я участвовал в культурной программе, пел три песни перед Боннием, чтобы мы были здоровы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя бабушка пела в большом театре, и я хотела, собственно, заниматься тем же. Но в жизни получилось так, что мои родители предложили мне выбрать что-то другое, потому что музыка больше для души. И тогда я решила, что я буду лечить голос. И с самого, можно сказать, первого момента шла именно к фониатрии, поэтому сегодня я врач-фониатр. Я нахожусь в своей стихии, я занимаюсь профессиональными актерами, певицами, и имею возможность заниматься любимым делом. Это очень здорово и счастливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я изначально занималась академическим вокалом исключительно и пела в церковном хоре более 15 лет. Я знаю литургию. Вот, просто сегодня концепция вечера нашего благотворительного направлена на рок, и я решила немного освоиться в этом стиле. Я меломан, я люблю красивый голос, я со стороны, как фониатр, всегда слушаю вокалиста, правильно ли он поет, потому что сразу же по слуху я могу определить, участвуют в голосовой складке или нет, и отсюда складывается какая-то любовь к определенным исполнителям. Я благодаря тому, что обладаю навыками фонопедии и коррекцией голоса в желаемую сторону, могу, кстати, скорректировать в желаемую сторону, поработать над стилем, звукоизвлечением, это тоже здорово. Вот все говорят, надо чуть-чуть коньячку, чтобы хорошо спеть. Это миф, просто это миф, все фониаторы просто в шоке от этого. Алкоголь отрицательно влияет на голос, на слизистую, ни в коем случае до нельзя. Вот, если же вы не можете обойтись без этого, лучше, конечно, после. Это очень смешно, я не знаю почему, но лучше не стоит, поверьте фониатору. Вы знаете, сегодня особенно сложно для меня выступать, потому что я знаю, что в зале находятся наши пациенты, и они привыкли меня видеть с убранными волосами, без косметики, в белом халате. То есть определенный образ у них сложился в своем докторе. И когда я вот сейчас в таком виде выйду на сцену, я вот сейчас очень переживаю, я не совсем понимаю, как себя вести. Я когда училась еще в ординатуре и стояла рядом со своим профессором на операции, все хирурги, которые как-то там рядом взаимодействовали со мной, говорили, пациенту, а вот ваш доктор, вам наркоз не нужен, он вам будет петь. Поэтому, знаете, даже когда проходят какие-то мелкие амбулаторные операции, под местной анестезией, я все время включаю музыку, я спрашиваю пациента, может быть, он хочет что-то свое включить, чтобы его это успокаивало. Потому что когда человек слушает свою музыку, думает о словах, ему, правда, легче, они лучше воспринимают все происходящее. Ну, под местной анестезией, конечно, мы стараемся ничего не делать, но бывают разные случаи. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...